Не видишь, я тебя игнорирую. О, Господи! Тоже здесь отовариваетесь? Лучшие соски в Принстоне. Я сегодня сломал свой толчок. Схожу за инструментом. Боже мой, ты прав. Мне вообще не нужны врачи. Мне нужен друг. У вас ведь нет семьи. Оставил их всех на Криптоне. Мне нужна шлюха. Да ты вроде и сам справляешься. Верни на место. Он вряд ли хватится. Если у пацана было сыпь или что-то с циркуляцией... Черт! Прости, вспомнил, что опаздываю на семинар по управлению гневом. Войдите! Это туалет. А-а-а! Вот почему стул дырявый. А твоя бабушка секси. Это... Тарас Шовченко, величайший украинский поэт. Вы ничего не почувствуете... ...кроме ужасной боли. Делай себе апсию печенью. Круто я выступил, да? Поцеловаться не хочешь? И значит... ...придется удалить всю голову. Не бойтесь. Больно не будет. А-а-а! Не делай этого. Что бы ты ни замышлял, и особенно этой штукой. Господи. Только что вытащил из камня. Ты просто расстроена, потому что она была с тобой. А думала про мой гигантский, несгибаемый... ...диагностический дар. Говори, зачем пришел хаос. У меня законный врачебный повод. Гордись до пенсии. Но забыл, какой. А я не важна. Вы врываетесь в комнату, осматриваете наши личные вещи, велите мне взломать компьютер, который, видимо, вам не принадлежит... Ой, извините, я вас перебил? Продолжай. Речь шла о неприкосновенности частной жизни. Что, уже закончил? Тогда позволь ответить. Да уж, мне. Ну и почтение, сэр. У моего брата, генерала, случилась медвежья болезнь. Кто-то из нас промахнулся с эпохой. Если я, то мне срочно нужен биржевой брокер, и кто-то из семейства Кеннеди. Именно в таком порядке. Субтитры сделал DimaTorzok